всем привет мои дорогие друзья и гости моего канала вы на семейном творческом канале мисс аля с вами лёля рукоденец сегодня наконец-то мы с серафимой нашли время попробовать себя в технике папертоль значит нам для этого понадобятся вот такие самоклеющиеся самоклеющиеся как они называются объемные подушечки и сам набор папертоль мы взяли вот такой небольшой леонарди 10 на 10 кексик с леденцом картина создана из бумаги состоящий из множества слоев соединенных между собой объемным с пениным скотчем сейчас посмотрим что входит состав и вместе с вами сделаем серафимка будет тоже мне помогать мы будем с ней заниматься вместе творчеством так давайте распакуем так ну что на первом листе у нас с вами идет инструкция и серафим нам нужны будут ножницы так идет инструкция по изготовлению картины папертоль первое вырезаем дно картинки и вот такие вот рисунки они выполнены на глянцевой толстой бумаге обычно на таких вот бумагах печатают дипломы так вот они картинки это один лист находит в общем то здесь принципе то делать нечего дно картинки я так понимаю что это вот это дно картинки вот вырезаем слой 2 все детали слой 2 потом у нас пойдет слой 3 слой 4 слой 5 слой 6 слой 7 и слой 8 и смотрите уважаемые покупатели во избежание подделок на картах стоят водяные знаки то есть вот видите но они потом закроются так я сейчас буду вырезать дно вообще там множество было выбора но мы выбрали такую маленькую картиночку лишь бы попробовать в этой технике ташка пертолью мы еще не занимались но работы которые там представлены очень красивые думаю вообще будет круто пейзаж сделать но серафимка выбрала вот такой вот кексик и сейчас слой на слой мы будем наклеивать с помощью наших нашего объемного скотча но я думала что здесь больше детали не и не так много наверное в больших наборов там замучаешься вырезали серов тонируем фломастером правило используют серый или бежевый но некоторые детали можно тонировать цветы белые очень светлые детали не тонируют внимание не наклеивайте скотч близко к краям детали иначе его может быть видно лицевой стороной снимаем защитный слой приклеенных кусочков и монтируем слой 2 на дно картины совмещая детали также как слой 2 последовательно собираем все остальные слои покрываем картину составом жидкое стекло для декора производителя магия хобби они там помнишь мы с тобой думали что они такие пластиковые а на самом деле они просто покрыты жидким стеклом или можно поместить картину в рамку из глубокого багета но мы просто так оставим серафима вот у нас вырезала вот таким образом мы уже купили готовые подушечки которые уже нарезаны долго думали какую купить я думаю что подушечки удобнее не надо резать теперь открываем занятие такое кропотливое так теперь самое главное ровно все это совместить и приклеить смотрите что получается то есть уже у нас вот такой вот 3d скажем по факту папертоль это 3d рисунок вот я вам покажу смотрите пейзажи как круто смотрится шикарный вообще надо потом будет делать побольше он интересный писать так ну вот мы приклеили первый слой серафима сейчас вырезает 2 слой у нас так это у нас третий слой идет и он уже без блюдечка также на него наклеиваем наши подушечки четвертый слой у нас уже идет без леденечка и без трубочки получается он будет где он будет а вот так да и За счет того, что здесь очень много слоев, видите, создается вот такая вот 3D картина. Так, теперь надо разбираться вот с этими… А их вот так, смотри, как я понимаю. А это откуда у меня? Вот отсюда похоже. Получается, с каждым слоем рисунок уменьшается. А, что это? А, что это вот это? Вот это вот сюда, вот это вот сюда, вот это вот сюда. Это вот это уже восьмое слое. Не понимаю. Это на эту? Ну вот эту. Почему так дома? А вот светленькие вот эти вот. В общем, девочки, как казалось, что ребенок лучше разбирается, чем мама. Она вот тут еще вот такая штучка. На этих подушечках очень нежный клеевой слой. Если пальцем задели, это не скотч. Все, надо будет переклеивать. Так, и вот что у нас в итоге получилось. Смотрите, какой 3D рисунок, сколько здесь слоев. 8, 8 слоев. Вот такая вот 3D техника интересная. У нас, конечно, маленький рисуночек, но очень красиво смотрится именно в пейзажах. Я вот смотрела, безумно красиво, но мы выбрали такой небольшой размерчик, чтобы именно попробовать. Серафим, как? Расскажи свои впечатления. Мне понравилось. Но очень там надо аккуратно все вырезать. Да, такая кропотливая достаточно работа, да? То есть у нас вот для первого раза она такая получилась, может быть, не очень аккуратненькая. И, конечно же, если брать уже какой-то большой набор, то, конечно, вот эти срезы нужно все-таки тонировать. Мы не тонировали, мы просто попробовали. А так тонировать нужно, да? Тогда будет более аккуратный срез. Вот такая вот интересная техника. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш семейный творческий канал. С вами была Лёля Рукодельница и моя помощница Серафима. Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok